Что если СХД нужна в собственной серверной? В кризисной ситуации нужно очень ответственно подойти к выбору. Данное СХД позиционируется как наиболее дешевое и при этом функциональное решение с полным набором функционалов старших систем. В народе эту малышку называют убийцей HDD. Звучит впечатляюще. Всем привет! Меня зовут Степан Кселев, компания IT Global. В прошлых видео мы говорили о построении облаков, о преимуществах, которые дает Enterprise Архитектура Облака, о передовых вендорах, которых используют продвинутые сервис-провайдеры. Но что если СХД нужна в собственной серверной? Старая локальная система хранения уже не отвечает требованиям бизнеса, а потерять данные никак нельзя. Все перешло в онлайн. В IT-отделу нужно срочно модернизировать IT-инфраструктуру, от которой сегодня зависит само существование организации. При этом в кризисной ситуации нужно очень ответственно подойти к выбору, ведь большого объема свободных денег в это время может и не оказаться. Сегодня мы говорим о системах хранения данных, и что лидеры отрасли, самый технологичный вендор СХД, компания NetApp, может предложить своим заказчикам в это непростое для всех время. Линейка NetApp довольно простая. Это СХД Е-серии. Простые блочные сториджи, которые позиционируются как СХД начального уровня для задач широкого профиля, таких как видеонаблюдение, хранение бэкапов, виртуализация. Отличительной особенностью Е-серии является ее высокая производительность, что позволяет использовать Е-серию в качестве хранилища для высоконагруженных баз данных и различных задач, связанных с анализом данных. Немаловажной особенностью этой серии является низкая стоимость за 1 терабайт. Хотите, чтобы было дешево и быстро? Выбирайте Е-серию. Простая в управлении операционная система Sun3City не вызовет сложности в настройке и администрировании даже для начинающего специалиста. Гибридные СХД Е-серии представлены в мид-рэндж и лоу-энд-сегменте. Отличие гибридных мид-рэндж от лоу-энд, систем в производительности и количестве дисков, которые можно подключить к системе. Также в мид-рэндж, помимо традиционных протоколов подключения, таких как FC, SAS или IS-CASE, добавляется InfiniBand и NVMe Overfabric. All-Flash Е-серия NetApp представлена системой начального уровня EF-280, мид-рэндж системы EF-570, идеально подходящая под хранение баз данных, позволяющие достичь производительности до 1 миллиона IOPS, и High-End S-HD EF-600, выдающий более 2 миллионов IOPS. Операционная система Sun3City включает в себя технологии Dynamic Disk Pool, позволяющие быстро восстановить систему в случае выхода из строя диска, SSD-кэш, снэпшоты, тонкое выделение дискового пространства, а также синхронную и асинхронную репликацию. Все эти технологии включены в стоимость системы и не требуют дополнительного лицензирования. Итак, Е-серия NetApp — это простые в администрировании блочные сториджи, идеально подходящие под решение конкретной задачи с идеальным соотношением цена-качество-производительность. Однако в функционале Е-серии отсутствуют технологии дедупликации и компрессии. Когда же речь заходит об эффективном хранении данных, стоит обратить внимание на FAS-серию NetApp. Серия FAS, как и Е-серия, представлена широким спектром сториджей, начиная от low-end решений FAS 27 серии, заканчивая high-end FAS 9000. All-Flash линейка FAS называется IFF, то есть All-Flash FAS, и на уровне железа идентична гибридной линейке, но на софтовом уровне заточена под флешовые диски. И так как на дворе уже 2020 год, остановимся на IFF подробнее. Линейка IFF начинается с C190 и заканчивается end-to-end NVMe SHD-A800. Различия между всеми этими сториджами в форм-факторе и производительности. SHD All-Flash FAS закрывает весь спектр задач любого заказчика. Все SHD FAS серии NetApp управляются операционной системой OnTap, которая идентична на всех системах, что позволяет легко переходить на старшие SHD, если текущая хранилка уже не справляется с нагрузкой. Поддержка блочных и файловых протоколов доступа позволяет максимально эффективно использовать SHD, исходя из задач, стоящих перед IT-отделом. Также стоит отметить, что NetApp позволяет объединять в кластер системы как старых поколений, так и объединять под единым центром управления All-Flash и гибридные системы. Это позволяет не списывать в утиль старые SHD, а использовать их под менее критичные и менее требовательные к производительности задачи, когда основной продуктив будет располагаться на SHD последнего поколения. Помимо этого, можно подключить кластер OnTap Cloud, который можно арендовать по SaaS-модели у гиперскейлеров, таких как Microsoft Asia, Amazon Web Services или Google Cloud Platform. Программа, определяемая SHD OnTap Select, также может быть подключена к кластеру, что будет особенно актуально для организаций, имеющих разветвленную филиальную сеть. Технологии эффективного хранения данных, такие как недупликация и компрессия, позволяют достигать высоких коэффициентов сжатия для различных типов нагрузок. Но в целом можно быть уверенным, что коэффициент 3 к 1 будет достигнут для любого типа данных, под чем вендор готов подписаться. Подробнее о программе NetApp Storage Efficiency можно ознакомиться по ссылке внизу. Защита данных на уровне железа обеспечивается технологиями RAID собственной разработки NetApp, RAID DP и RAID Tech, позволяющие выдержать отказ двух и трех дисков соответственно, без влияния на производительность. Стоит рассказать пару слов о поддержке и умной аналитике. По умолчанию во всех системах NetApp включен автосаппорт. Он позволяет без участия системного администратора заводить трабл-тикеты в системе поддержки NetApp. Например, в случае сбоя диска, тикет заводится автоматически и производится отгрузка диска на замену. На следующий рабочий день курьер его привезет вам. Также NetApp проводит аналитику кейсов, которые возникают у различных заказчиков. Данные анализируются, и на их основе система ActiveIQ подает рекомендации для администраторов по управлению тем или иным функционалом, предупреждает о возможных узких местах, напоминает о необходимости продления технической поддержки и установки обновлений. Вся необходимая информация доступна как на специализированном портале, так и в мобильном приложении NetApp ActiveIQ. И, конечно же, функционал автосаппорта может быть отключен, если передача аналитической информации запрещена политикой безопасности вашей компании. Отдельно хотелось бы обсудить самую младшую All-Flash-хранилку NetApp C-190. В народе эту малышку называют убийцей HDD. Звучит впечатляюще. Спросим об этом человека, который знает об исходе все, ну или практически все. Итак, на связи ведущий Техлаб, инженер пресейл компании T-Global Илья Барняков. Илья сейчас в Петербурге, где и находится главный офис нашей компании. Илья, привет! Да, привет, Степан! Расскажи подробно про C-190, а под какие задачи чаще всего использует этот сторидж? NetApp FF C-190 идеально подойдет для небольших компаний или удаленных офисов. Самое очевидное это системы виртуализации и удаленные рабочие столы VDI. И значимого тут можно сказать об интеграции аппаратных снапшотов с VMW для бэкапа как целых датастор, так и отдельных VM из интерфейса WebCenter. Второе, если у вас есть достаточно критичная к произведительности база данных, соответствующая размерам компании, то C-190 позволит удобно организовать не только работу, но и среду разработки. Благодаря технологиям FlexClone заказчикам доступны мгновенные клоны, в которые не занимают места, с помощью SnapCenter достигается консистентность с большим количеством приложений. Третье, что приходит на ум, это файловое хранение различных требовательных инженерных и проектных нагрузок. Я правильно понимаю, что данное СХД позиционируется как наиболее дешевое и при этом функциональное решение с полным набором функционалов старших систем? Да, именно так. Цена на C-190 и особенно цена за эффективный терабайт пространства приятно удивить заказчиков. Если вы сейчас смотрите СХД на обычных механических САС-дисках, то я настоятельно бы рекомендовал оценить возможности C-190. Программа NetApp Storage Efficiency дает заказчикам возможность уже сейчас получить стабильную и высокую производительность по цене гибридных массивов. Илья, спасибо. А более подробно про C-190 и другие решения NetApp вы можете узнать из нашего вебинара, который проводил Илья. Ссылка будет доступна в описании. Конечно, любой вендор заявит о себе только с лучшей стороны, но мы в эти глобал убеждены, что с точки зрения конкретных моделей СХД нужно смотреть на независимые тесты производительности. А что касается NetApp в целом и его перспективности, то можно обратить внимание на всем известные квадранты Гартнера. Там NetApp уже несколько лет является абсолютным мировым лидером. Ссылки будут в описании. В любом случае, покупка СХД это всегда затратно. И здесь важно не ошибиться. Перед покупкой мы рекомендуем провести тестирование именно под вашей нагрузкой. Оценить, как предполагаемый к покупке сторож справиться именно с вашими задачами. Для консультации, проработки, плана тестирования и за демофондом можно смело обращаться в эти глобал. Хочется отметить, что эти глобал не просто является давним партнером NetApp. Мы также являемся сертифицированным сервис-провайдером NetApp и оказываем техническую поддержку нашим клиентам на русском языке в режиме 24 на 7. Наши эксперты имеют многолетний опыт эксплуатации всех линейк СХД NetApp. В течение месяца по пармокоду TECHLAB при заказе любого сторожа NetApp вы получите бонусом бесплатную консультацию и мини-обучение от одного из наших СХД-гуру. На сегодня это все. Развивайте айтишку и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова